Всем привет! Это обзор LEGO и его аналогов от Калин Красный. Сегодня у меня в обзоре замечательный наборчик от компании Mold King. Это у нас аналога LEGO Speed Champions и в данном случае у нас представлен автомобиль Nissan Skyline GTR32. В данном случае я не просто так купил именно данный автомобиль, а купил его потому что здесь Nissan Skyline GTR32. Напомню вам, что в начале этого года вышел от компании LEGO замечательный наборчик серии LEGO Speed Champions Nissan Skyline GTR34. Да, именно поэтому мой взгляд пал на этот замечательный автомобиль. Ну, во-первых, сравнить 32-й GTR с 34-м это раз, во-вторых, получить бокс, ну и просто кайфануть от хорошего китайского набора. В общем, что у нас здесь? Стандартный наборчик уже такой Mold King. Я думаю, ребята, которые смотрели до этого обзор на Tour E, ну тоже легендарная автомашина, вот здесь будет ссылочка, знают, что это такое. Компания Mold King выпускает хорошие, интересные аналоги конструктора, купил я данный набор на Озоне, взял его меньше 1000 рублей. Офигенная коробка, перфорация у него здесь, офигенная печать, просто все супер-купер, она реально очень весистая. В наборе у нас 359 деталей, кстати говоря, ну, уровень, конечно, цена я не знаю какая, набор 8+, так что ничего сказать. И вот тут есть ссылочка на сайт, можно посмотреть полностью весь ряд данных автомобилей. Ну и, скорее всего, вот это его артикул, 27-14. Ребята, у нас как бы уходит от авторских прав, поэтому у нас здесь модель S и все дела. Ладно, не буду вас тамить, давайте вскроем ее. Итак, внутри нас ожидало самое главное, за что я так люблю Mold King, это вот этот бокс. Это вот эта инструкция, очень такая маленькая и емкая, и вот эти вот наклечки. Но наклейки я буду, наверное, не все клей, потому что у нас нет авторских прав у данной компании. И тут Super GTR написано, в общем, фиговые наклейки вот раз. Но как-то не хочу я Super GTR, GTR может быть наклеить, а вот это прям, ну, не знаю вообще, что это. Вот такая вот наша инструкция. Она у нас подробная, в плане в том, что у нас имеется пронаброванные пакетики, которые нафиг здесь не нужны, потому что придется все это высыпать и искать среди этих деталей нужно. И поэтапная сборочка. В общем-то, автомобиль выглядит неплохо вот так, но посмотрим вблизи. И вот такой боксик. Давайте-ка я, опа, вот тут сейчас поделу. Опа, вот так. Вот так у нас отдельно. Вау, отдельно стекло. Респект, как всегда, респект. И все вот так пакетики офигенно, круто, сложные. Ну и сам бокс. Что ж, ребятки, не буду вас томить, давайте все это соберем. Итак, наш автомобиль собранный. Я хочу сказать вам, что, мол, Кинг меня продолжает удивлять своим качеством поразительным и разнообразием своего ассортимента и также проработанностью дизайна автомобиля в данном случае. Модель получилась очень похожей на свой оригинал, но прежде чем перейти непосредственно к лего-машине, давайте поговорим об истории данного автомобиля, ведь в первую очередь у нас обзор на машину. Nissan Skyline GTR R32. Я напомню, что приставка R32 означает кузов автомобиля. Это уже восьмое поколение непосредственно Nissan Skyline, который появился у нас в 89-м году на конвейере. Автомобиль оснащался 280-сильным двигателем с рабочим объемом 2,6 литра. Автомобиль выпускался в двух версиях кузова. Это у нас непосредственно седан четырехдверный и двухдверное купе. Данный кузов особенно любит среди фанатов данного автомобиля. Именно 32-й и 34-й более предпочтительно, я так понял, среди фанатов. Если я не прав, то поправьте меня в комментариях. Но именно 32-й и 34-й, о чем я говорил в своем обзоре на Nissan Skyline Брайана Уконора, более им почему-то нравится. И я хочу сказать вам, что я с ними соглашусь. Потому что формы данного автомобиля, появившиеся на рубеже конца 80-х, начала 90-х, уж очень притягательны. Он одновременно и какой-то квадратный, но при этом эти формы так интересно сглажены, что выглядит он, конечно, как космическая какая-то мыльница. И это не может не притягивать. Автомобиль, естественно, со временем стал культовым, очень сильно любит эту марку. И я хочу сказать, что, наверное, многие из нас, кто смотрит обзор, играли в игру Need for Speed Underground, где, собственно, был данный Skyline в 32-м кузове и где можно было его как-либо прокачать. Ну а теперь давайте перейдем к обзору непосредственно самого LEGO автомобиля. Он представлен у нас в классическом своем кузове, никаких доработок, никаких специальных навесов. И представлен у нас он в черном цвете, что, на мой взгляд, как-то очень даже выигрышно смотрится, потому что, ну, черный цвет притягательный. Хочу сразу вам сказать, что качество пластика данной компании очень хорошее. Было очень приятно собирать его. Пластик приятен на ощущение. Но, естественно, так как цвет у нас черный, мы видим коцки. Конечно же, скажем так, по отблескиванию, по вот этому внешнему полировочному слою данные у нас тайлы, они проигрывают LEGO-овским. Но по качеству я скажу, что практически одно и то же. То есть вот так вот поиграть им, поездить там, постукать или просто поставить на полку смотрится он, конечно, очень хорошо. Что касается дизайна автомобиля, я считаю, что компания Молд Кинг, дизайнеры этой компании, очень удачно передали его внешний вид. Очень хорошо он получился. Стремительный такой кузов. Он у нас не опущен чуть вниз. То есть у нас передняя часть не опущена чуть вниз, как у 34-го Скалайна Брайна. Вот так, если сбоку смотреть, то, мне кажется, вообще практически одна и та же копия. Спереди у нас представлена его вот эта мордочка. Очень хорошо получилось. И самое главное, что мне очень нравятся здесь оригинальные диски. Очень мне нравится проработанность сбоку. И сразу хочу выделить вам диски данного автомобиля. Они здесь, как мне кажется, косят под оригинальные. И выглядит это очень уместно. Также я хочу выделить сразу зеркала заднего вида. Они здесь отдельные, они здесь конструктивно интересные. В отличие от того, что нам предоставляет компания LEGO. Интересно проработана задняя часть автомобиля. Но мне кажется, что можно было, конечно, поиграться немножко с задними стоп-фонарями и сделать это по-другому. Но то, как они сделали спойлер. Посмотрите, как он выполнен интересно. Как бы он специально поставлен на такие детали прозрачные, что он как бы крепится в оригинале вот этими штучками боковыми. Спойлер к кузову. Но здесь они сделали так дизайнеры. Также очень меня радует, что стекла представлены, скажем так, немножко затемненные. И у нас имеется проработанная задняя часть. У нас автомобили в кузове купе. Но при этом мы видим задний, скажем так, ряд сидений. Что немаловажно для меня в таких LEGO копийных автомобилях, даже в аналоговых. Так это то, что у нас имеется имитация двигателя. Да, зачастую, да не зачастую, а практически никогда компания LEGO не делает имитацию двигателя. Но компания Mold King к этому подходит с особенностью. И спасибо вам за это, конечно, большое. Прямо респект, потому что мы можем так сейчас открыть капот, он просто полностью снимается. Но мы здесь видим прекрасную имитацию двигателя. Да, это небольшие такие детайлы, но, блин, ребята, это же круто, когда ты открываешь капот у LEGO аналога даже, и видишь имитацию двигателя. Это круто смотрится. Салон автомобиля. Здесь у меня есть, конечно, небольшие придирочки. В том плане, что никаких наклеек они не добавили. Салон выполнен у нас в бежевом таком цвете, нейтральном. Смотрится это все очень эстетично. Черный с бежевым. У нас имеется, как я говорил, подобие заднего ряда автомобиля. У нас коробка передач. У нас ручка коробки передач. И почему-то мне непонятно, что руль у нас с левой стороны. Руль должен быть как бы справа у нас. Автомобиль японский. Но руль поставили справа. Но я думаю, это не проблема исправить. Ну и самое главное, что я хочу выделить, так это полностью заталенность данных авто. Молдкинг отличается тем, что они полностью талят свои автомобили. То есть, если мы будем брать, конечно, сравнить два кузова, 32 и 34, они немножко отличаются. Наличие вот этих открытых стадов или студов кому как удобнее. Главное, что это не пин. В комментариях пишут, что это специально сделано, чтобы как бы намекнуть, что это все-таки лего модель. Но если вы так вот смотрите, разве не видно, что это лего модель? Это лего модель. Это видно, что это лего модель, что это, не знаю, какой-либо другой конструктор. Ну и самая главная фишка данного автомобиля, так это вот эти прозрачные боксы, куда мы поставим наш авто. Это просто дополнение, либо же, как я называю, мы покупаем бокс и в дополнение получаем крутую тачку. Это просто очень круто. В общем, что я хочу сказать по итогу. Мне определенно нравится Молдкинг. Мне нравится, как они подходят к своему делу, как они подходят к дизайну автомобиля. Пластик у них очень качественный. Пластик, я бы сказал, 4,5 точно. Ну, по-котски, да, виднеется. Но пластик очень хороший. Инструкция нормальная, подробная. И я хочу сказать, что это твердая пятерка из пяти. Это очень хороший набор, очень хорошая модель. Если кому-то нравится Nissan Skyline и хочет ее привлечь в лего вариации, помимо 3,4 кузова, то это отличное дополнение к нему. Также, просто если вам нравятся автомобили и вы хотите разнообрать свою коллекцию Лига Спи Чемпионс, как я, или просто прикупить вот этот замечательный бокс, я рекомендую Молдкинг. Они молодцы, очень хороший набор. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, где мы колоним все новенькие лего и его аналогов. Доктор.